12 часов 17 минут 23 июля сегодня у нас наступил день и ага у кого-то сегодня день рождения так надо думать у кого так бурса кебаб по-моему еще работает сейчас мы от бурса кебаб наверное дойдем с вами до муниципалитета до площади с цветочками не знаю но скорее всего туда будем проходить в айтики магазины все и заодно может кто-то не знает как выйти отсюда с улицы 25 бурса кебаб как выйти ой рано я вышел еще много машин много людей даже здесь сейчас там центре вообще толку будут выходить на после часа уже сто раз себе об этом отмечал на этом обращал господи у я даже заговариваюсь это и целый день жары просто и очень жарко было друзья еще часа полтора назад было просто невыносимая влажность было очень жарко причем даже намного жарче чем было когда на море шел где-то ближе к 8 это не было такой жары как было где-то 10 пол 11 вообще просто жесть была сейчас более-менее но и кстати там сейчас такое нагнетается раздувается это обычная погода июля августа вот чуть не врез каждый день я вижу что-нибудь каждый божий день на мои глаза кто-то кувыркается летит кого-то въезжают друзья на этом особо не буду останавливаться вы сами знаете что здесь надо вот даже сейчас здесь где иду надо идти быть готовым к тому что кто-то еще сзади меня проедет и надо вовремя увернуться что будьте внимательны и осторожны вот жара обычная вполне для июля августа еще года два назад даже весь сентябрь числа до 25 сентября было такое жадище как в июле и в августе поэтому вот эти вот сказочники районе которые понаехали тут они со мной спорили всю весну всю зиму мне доказывали что выше там 36 вообще не может быть никакая температура о чем ты говоришь какая температура вообще на солнце какие 40 вот они сейчас все и кипишут как бы потому что с головой не дружили а любой нормальный человек знает что аланицы местная не уезжает на июль август куда-то в другие деревни там куда-то стараться уехать жиры также все абсолютно знают что больницы переполнены что всегда инфаркты инсульты все это юль август скоро не успевают ездить первый год когда гулял я каждый день видел как человек идет идет по набережной брык упал каждый день друзья вы это знаете кто меня давно смотрят так что ничего не случилось как бы все нормальные люди сидят дома до ну минимум до пяти вечера хотя лучше до 7 друзья в 5 то же самое что и 3 часа дня по сути 6 7 уже тогда попускает в 5 то же самое что и в 3 из 9 вечера начинается это пекло естественно невозможно ни на море нигде находиться даже если вы в тени где-то будете ну разве что где-то в тени вы будете тогда будете не там градусов до 50 все равно да это в тени это даже не на солнце 48 46 будет в тени поэтому кому кто не может бескондиционировал тот сидите лучше дома под кондием или в отеле либо делайте сквознячок кто не любит как я кондишен посмотреть сайте сколько у меня квартирами а было 3132 час на 1 уже 3436 скорее всего потому что две этих два этих дня я еле выживаю вообще это просто какой-то ну вот собственно ничего удивительного как всегда это просто какой-то июль очередной июль еще август может быть такой то прям смотрю и новости все раздуваем там стырили мое видео бессовестные новости одной страны нехороший показали котика моего даже не ссылки ни хрена ни разрешения не спрашивает никакой не ссылки на канал я в шоке просто матч-ка о котейка хотел связи же за типа маячок написано смотрю котейки на мордочке он ведь мы еще в магазинами не маячка я не помню кстати это магазин здесь таким названием там у чувак с мячом сидит что сабли тоже его не помню в смысле витрина тут была дали а они нарисованы не играют этим гольфом ученый такой так фонтан спи какие-то уже не работа что будет у нас в центре до много людей будет довольно много порта сегодня же вообще суббой ё-моё сегодня надо было даже не в час выходить а в 2 я так думаю потому что сегодня в субботу сейчас на центре может быть столько местных ну что не будет сейчас посмотрим так что еще должен рассказать друзья не хочу рассказывать все новости про цены про законы всякие которые принимаются опять же касаются финансово там не хочу давайте хоть чуть-чуть хоть на моем канале вы будете отдыхать от всего этого чего хватает на других каналах будете просто ходить со мной гулять не конечно важная новость сегодня еще раз убедился да там не 1750 там 17 проезд за наличку в автобусах стал и опять же два раза сегодня ехал опять у меня снялось по 18 лир банковская карта не по 15 как сказали что 15 должно не знаю что происходит и так подумал себе думаю да одно дело двадцать одну лиру заплатить туда и назад да на море съездить а другое дело когда тоже платишь 36 лир все так извините тоже все таки несмотря на все понижение понижение курса лиры повышение ну короче факт остается фактом то что я всегда рассказывал поднять на было на 50 процентов они подняли на 80 да что то надо было тоже поднять на 50 вот как стрижки они подняли на 100 то есть все как сюда почти как цикада возмущаются так варламов приезжает он видите под новым севдонимом джимми джулис чтоб никто не догадался он же инагент так что варламов у нас джимми джулис так как бы мне перейти аккуратненько здесь что ли или ладно не будем подземный переход может там пробка стоит просто на центр и из центра тоже пробки боже что творится ну вот автобус сейчас минут двадцать пять да получается автобус вот вы видите навстречу мне первый едет без махмутлара я не знаю на самом деле может быть они уже ходят и до часа может быть даже и до двух хотя сомневаюсь что они до двух ходят но вот с двенадцати до часа на днях мы гуляли мы видели два автобуса где-то уже было здесь 25-15 сейчас смотрите убрали этого лавочку с нашим чуваком который ждал свою Наташку так он видимо и не дождался наверное его на пенсию отправили но мы его помним друзья напишите кто помнит как новый год вы с ним встречали когда елка стояла не возле муниципалитета а там где водопадик что я показываю тут уже нету я его поддерживал до последнего вот видите я бы сейчас тоже мог бы под самокатом оказаться чуть вот два шага я быстрее бы сделал вперед будьте осторожны везде не только на дорогах не только машины перда циклов бойтесь бойтесь всего потому что езду ну хватает и каждый езду не езду не у меня проблема с этим но тем более особенно с изобретением на услов явно не мой день сегодня я не могу у меня мост сегодня немножко перегоревшие клеммы внутри ну наверное перда цикла видите вау вперед навстречу небесам называется удивительно дядьки с каштанами нет это суббота он обычно сидит тут ночами даже будние дни блин подходим сюда и тут жарче становится или влажность выше но жарче это плохо только после часа ночи может попустит вот если я на маячок пойду там не попустит там всегда жарко пока зеленого дождешься это можно два раза выспаться или два с половиной но но иногда кто-то останавливается на вебре даже предлагает пройти а кто-то он не хотел сказать спокойно вон терда цикл видите он по херому все он поехал и все ему по хер блин еще один так что друзья ваша жизнь в ваших руках если вы думаете что он там будет бояться что его посадишь что у него будут проблемы ему абсолютно чихать на все это красотульчик лежит крота птик привет вы спите привет тебе надо поесть дать да не хватает у меня этих бутылочек я шик не успеваю выпивать блин то есть воду носить не проблема с собой не во что наливать что вот каждого встречного котейку пытаться напоить блин я хотел пройти туда там а там полно людей по набережные туда щас не пойду может быть повернуть и здесь будет сейчас посмотрим в этом такие толпы людей по набережной шатит туда не хочется если честно если бы не котейки обходил гулять в сторону гору вообще куда-нибудь там там людей не было тя котеный а нет вижу белая привет привет ну кто ж убирает баночки а капец привет привет кто ваши баночки убирает все время я не могу понять неужели дворники власти пишут показывают поставьте баночку котику собачки дворники ходят каждый день убирают баночки ну как это вообще я не знаю просто да идем так ну тут у тебя тоже поливают я пока не даю воды вам потом назад туда идти кушай так Татьяна сейчас попить не отказалась или ты пить хочешь а не есть ну самые главные малыши вышли в полночь на прогул все начинает у меня рубашка уже остановиться мокрая влажность там лучше немножко было теперь еще где-то час еще будет жира особенность на сторону малька пойду пока котиков не вижу больше воды набрать в колонку потом может быть до панды вас доведу или еще куда пока походим не походим не ну нельзя сказать-то прям пробка все-таки прям едут уже разъезжается нет чуть-чуть видишь туда вообще машин нет на гулянке только с гулянок разъезжается по щу Не массово, потому что там ещё всё будет до трёх часов. Сейчас он вылёт, друзья, воды. Пойдём дальше. Нет, на улицу баран не пойду, не просите. Что там пишет? Тебя смотреть вообще никто не будет. Показываешь одни ночные прогулки. Чувак, ночные прогулки смотрит 200 человек, мне достаточно. Я снимаю видео прежде всего для себя, потому что мне это нравится, мне это интересно. Я это потом буду смотреть. И те люди, которым это нравится, они со мной. Что ты там пишешь мне? Мне всё равно. Ты можешь приехать, выйти в 12 часов дня, походить по пляжам. Так, прогулочку такую с пляжей с Кистеля или с Махмутлара. Давай, до пляжа Клеопатры. В полдень выйди и поснимай. Мне тоже будет, я тебе обещаю, лайк поставлю. Смотрите, прелесть. Один на столе. Копик, а что вы там смотрите? Малыши гуляют ночью. А вы спите. Три года думали, что я обманываю, там или монтаж делаю. Снимаю в 10 вечера, рассказываю о том, что иду детей в 2 часа ночи, показываю. Потом вроде бы поверили, им уже деваться некуда, потому что видят, что реально ночь. Малыши гуляют ночью. Короче, каждый по какой-то теме начинает мне всё дописать, и такие комментарии часто бывают. Оказывается, первый комментарий оказывается последним комментарием человека на моём канале. Забанены в тысячи три, наверное. А может и больше. А не больше. Больше. У меня ж было граждан Армении только сколько забанено после пожаров, после землетрясения. Там их тысячами банил, когда они злорадствовали, писали. У меня в 1008, может быть, даже уже там 5-6 точно. Надо посмотреть, кстати. Представьте этих всех людей, если амнистировать, сколько будет комментов на канале. Если не банить, они же писали бы каждый день. Так, есть ли пандочка сегодня интересная, потому что вчера не была пандочка. Сейчас посмотрим. Ни одного не вижу вообще. Не, вот, наверное, сейчас на встречу прошли люди русскоязычные. Я так иду, вижу одних людей турецких, причём одни парни вообще. Кстати, иногда бывает такое, что девчонки сами ходят ночами турецкие. Именно одни девчонки. Сегодня какой-то мужской день у нас. Больше парней. Хотя вот с девчонками туристов нет. Я о том, что гуляют только люди турецкие. Только туристы турецкие. Друзья, до Красной башни я вас не поведу. Я сейчас тут выключусь. Фрагментами. Не буду снимать, монтировать. У меня в планы не уходит. Потому что это ещё монтировать. Я уже устал. Ночами нагружать комп. Он греется ещё больше ночью. Накаляет комнату и без того. И без того, в которое 32-33. А может уже и 34. Со знаком плюс. Книжки. Ну вот семья тоже иностранцев. Одна буквально прошла. Вроде светится по ночью. Инна, привет. Поздравляю тебя с тем, что купила тур в тот отель, который я вроде как уже и название выучил. Ну пляж, пляж как пляж. Пляжи там хорошие, когда купаешься с пирса. У этого отеля пирса нет, к сожалению. Поэтому как бы для меня дальше. Мне дальше надо за Даймонд идти купаться. Либо купаться на пике на Кэптон отеле с пирса. Либо Санпрайм с пирса. Интересно, в Санпрайме пускают или не пускают чужих с пирса. Далеко-то ино от меня. Я не знаю, как мы будем гулять ночами здесь. Не знаю. Пандочка. 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 Здесь хозяин, наверное, хозяина выходной. Скорее всего. Привет, роднике. Привет. Привет, красава. Привет. Привет. Привет, красава. Привет. Пока. Все нормально. Асана. Ну, правильно, выходные тоже иногда надо делать и дома поночевать. Потому что тут высидеть невозможно. Я думаю, это связано с тем, наверное, что они сейчас приходят сюда к вечеру. Потому что вы представляете, что здесь днем происходит? Ну, а кто ходит днем на море или куда-то, тот знает, о чем я. Боже, что так орет Белман. Ладно, идем дальше. Потому что монтировать я не хочу. Давайте пройдем уже раз. Здесь я хотел бы показать вам и маячка, конечно. Многие ее любят. Но, друзья, до маячка не доведу. До башни доведу только. До маячка там еще видео будет лишних несколько часов грузиться, если мы до маячка будем идти. Уже девчонки появляются. Ну, людей, в принципе, не мало, как бы довольно много. Но для субботы и все-таки еще не два, не три, в принципе, для субботы людей мало, я бы сказал. Потому что должно быть очень много местных. Ну, работают эти он еще веревки, эти батуты, как веревки, как и называются для детей. Потому что дети еще, дети еще не спят. Конечно, не спят. Видите, как много малышей. И столько же их будет и через час, и через два часа. Вот о тебе заботятся. Натали, без тебя спать хочется скучно. Натали такая, она на позитиве всегда на меня это. Вот в это время всегда хочется спать. А потом уже автопилот включается после трех. И я сегодня опять не заснул утром. Ну, хотя бы часов там 7-8-9 надо было заснуть. Когда не засыпаешь, потом дальше тяжело. Потому что уже жара начинается. Ужас. У меня второй день какое-то одище просто. С сном, с жарой. Ну, я не удивлен, потому что все это как всегда, собственно. Ничего нового. Да, процентов 90 люди турецкие. Не могу понять, почему наши люди не гуляют. Но наши европейцы почему не гуляют ночами. Или боятся, я не знаю. Но я знаю, что да, хватает флоунов, которые те же вот эти вот, как их называют, готельные гиды. Готельные гиды. Ага, это мне рассказывал аж Натали. Он ее, короче, запугал. Она говорит, типа, отстань, не нужны мне экскурсии. Я уже сто первый раз в Аланье. Она говорит, я знаю, где брать экскурсии дешевле, чем у вас. А он ее начал запугивать. Типа, там ты поедешь, если с ними, там тебе запретят. Там нельзя будет на русском разговаривать. Это опасно. Короче, какую-то чушь начал нести. Вообще, вот таких гидов надо привлекать к ответственности. Я думаю, его уволили бы за такое, если вот это вот Натали, чтобы ты занялась вот этим вот вопросом. Захотела бы ему сделать пакость, лишить его работы. Хотя это было бы верно. Потому что за вот такие вот, вот так вот все слухи и раздуваются. Знаете, кто-то рассказывает, да не вздумайте никуда с отеля выходить, это опасно. Кто-то еще что-то рассказывает. Такие, конечно, кадры не должны работать, потому что это играет. Это анти-имидж они делают Алании, Турции. Красивые инструменты турецкие. Уже пошли девчонки поодиночно. Сказал, что девчонок сидений не хватает. Музыка. 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 Этак разорвался. Вот кафешка удивительно, почему она закрыта. Странно. Ну, не 2 часа все-таки. Очень странно. Да, местных все-таки очень мало для субботы. Но мне это хорошо. это очень хорошо а паровозик что еще ездит получается да насколько шин его этот ночной старту 1230 3 евро он сейчас стоит или 3 доллара ромка лавочка один занята ромка лавочка 2 свободно ромка дети 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 ромка лавочка 3 занята на второй мы о здрасте вместо встречи не изменить нельзя привет я дружу тебе повезло к лавочке раздают кушать котейкам хорошим таким как ты пить ты тут найдешь тут кафешка ряда да 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 ой ой что такое у тебя тут зубом какая-то проблема тоже съешь осторожно тогда не спеши как у петнахи что-то с этим взрослым начал есть и не спеши не спеши ешь осторожно блин тут жарко становится елки шпалки а вот бомбалык смотрите людей полно бомбалык до башни надо вас довести раз я сюда пришел сюда посмотрим сколько там людей до маячка друзья не поведу потому что там по пути котейки мне кормить поить башеньки доведу и попрощаемся жарко я сам как этот еле еле иду самое классное конечно жить возле моря я по час пришел бы домой это бюкзак скинул пошел бы поплавал сразу как попустила бы осталось все это все сняло бы жил бы непосредственно в 100 метрах от моря обходил бы раза три в день купался на два точно британец пою через динамик что ли это музыку слушать музыку то буду закрывать не могу понять пока что звучит колонка по моему елки палки друзья колонка все пардон выходим додать сюда музыку не слушает музыки проходим вид на ромка лавочки смотрим на нас выключают котик о нету нету свежести отведи даже вот даже в час ночи не всегда на наступаем хочется что в час попустила и началась ух какой красавица с нету свежести ужасно ужасно даже сейчас я не могу представить как вы ходите куда-то днем господи боже лишь люди киборги 1250 но можно через двадцать чуть-чуть это потому что я опять смотрел как 36 37 ощущаются в 12 ночи градуси те которые сейчас их 32 где-то и как 3132 они ощущаются в час ночи то есть разница очень существенная будем ждать будем ждать будем ждать все сейчас начнут выбегать любимые котельки у нас все равно руки будут заняты там темно а вон лежит да рыжий лежит балдеет на море смотрим на обратном пути к нему все мира добра позитива все тонко лавочки там у нас мы там был пока спасибо за поддержку кто увидит ссылочки на донат они в описании под видео также читайте описание под видео там есть много всего полезного тем как задать какой-то вопрос прочтите описание под видео возможно там есть ссылка на ответ все пока